А потом, ты же слепой человек, ведь это же понимать надо. Ведь такая же беда, она же может случиться с каждым. Пронзительная, трогательная, удивительно добрая и в то же время серьезная, с философским подтекстом, история о мальчике, потерявшем зрение. Рассказ ведет необычный герой, лабрадор Трисон, собака-поводырь. Автор повести, по которой поставили новый спектакль в Самарской площади, 16-летний подросток Михаил Самарский. Книгу «Радуга для друга» он написал три года назад, после знакомства со слепым юношей и его собакой. Мы все живем в одной стране, в одном обществе, и большинство людей об этом ничего не знают. Собака для издячего, это ничто не заменит, это и глаза, и действительно, это и друг. Самое лучшее средство реабилитации. Сегодня «Радуга для друга» переведена на немецкий, издана шрифтом Брайля и в аудиоформате. На театральную сцену она попала благодаря интернету. Ведущая актриса и директор Самарской площади Наталья Носова узнала о юном даровании через социальную сеть. Залезла к нему на сайт и начала читать, и уже все, без отрыва. То есть страница переворачивалась сама, да, что называется. И прочитала, и вот у меня сразу возникло желание вот все это поведать миру. Мне, конечно, очень захотелось, но поначалу я даже не думала о том, что я буду играть. Работать над постановкой актрисе и режиссеру Евгению Дробышеву приходилось в авральном режиме. К тому же сам формат моноспектакля для актера задача не из легких. Но все удалось. Равнодушных в зале не было. Спектакль посетил и глава Самара Дмитрий Азаров. Зрители впечатлил и материал, и подача. Потрясающий спектакль на самом деле затрагивает актуальные проблемы, которые необходимо как-то решать. Душа есть, понятие есть, восприятие есть. И самое главное, понимание проблемы есть. То есть проблема не только в инвалидности, а проблема в том, как общество принимает инвалида. Сам Миша такого внимания к своей повести не ожидал. Радугой для друга заинтересовались и московские режиссеры. Но Самара опередила столицу. Я не ожидал, что он будет настолько яркий, такой живой, классный. Мне очень понравился и декорации, и игра актера Натальи. Школьник Михаил Самарский не только книги сочиняет. На деньги меценатов он покупает специальные аудиоплееры для слабовидящих и дарит их нуждающимся детям. После премьеры такие гаджеты он вручил своим новым друзьям из школы-интерната для слепых и слабовидящих. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, ГИС События. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова